Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я веду, и я сроду не был никем ведом По утрам я гуляю с джесс По ночам я пью ром со льдом Но когда я вижу тебя, я даже дышу с трудом Бернард пишет Эстер, у меня возле дома пруд Дети ходят туда купаться, но чаще врут, что купаться Я видел все, Сингапур, Бейрут, от исландских фьордов до сомалийских руд Но умру, если у меня тебя доберут Бернард пишет о ход финансы и аудит Джип с водителем из колонок поет кредит Скидка 30% в любимом баре, но наливают всегда в кредит А ты смотришь и словно Бог мне в глаза глядит Бернард пишет мне 48, как прочим светским пляшевым львам Я вспоминаю, кто я по визе, паспорту и правам Ядерный могильник, водой затопленный котлован Подчиненных, как кегли, считаю по головам Но вот, если слова это тоже деньги, то Ты мне не по словам Моя девочка, ты красивая, как манши Ты пришла мне сказать Умрешь, но пока дыши Только не пиши мне, Эстер, пожалуйста, не пиши Никакой ведь души не хватит Усталой моей души Ну, короче, спасибо Нет, не увидимся Нечем будет увидеться Только здесь, понимаешь, существуют эти пленительные частности У книг разные обложки, у людей бесконечно не схожие разрезы глаз Снег, не то что дождь В Дели и в Москве одеваются не одинаково Крыса меньше собаки Шумеры вымерли раньше инков Только тут все это имеет значение Кажется, будто огромное А там все равны, и все одно, и все одно целое Вечность примерно Это не так долго, что нельзя представить Это всегда одно и то же сейчас, не имеющее протяженности и привязки к точке пространства Невысчитываемое и невербализуемое Вы не найдете там друг друга Специально для того, чтобы закончить разговор, начатый при жизни Потому что жизнь будет вся как дневник за девятый класс Предметы, родительские подписи, домашние задания, рисуночки на полях, четвертные оценки Довольно мило, но вовсе не так смертельно важно, как казалось в девятом классе Тебе и в голову не придет пересдавать ту одну двойку по литературе в конце третьей четверти На хамил учительницы, словил пару, вышел из класса посреди урока, хлопнув дверью Забавно, что дневник сохранился Но если бы и нет, ты бы мало что потерял Во-первых, у тебя десять таких Во-вторых, это далеко не самое интересное Вот в дневнике за второй были куда смешнее замечания Может, статься ты из всей жизни, как из одной недельной командировки куда-нибудь в Петрозаводск в 89-м Будешь вспоминать только вид на заснеженную Онегу Где сверху сливочно-белое, снизу сахарно-белое, а между белым и белым горизонт И как девушка смеется в кафе за соседним столиком Красавица, волосы падают на плечи и спину, как слои тяжелой воды в грозу на лобовое стекло Может, ты из всех земных языков запомнишь только две фразы и скайпереговора Из всех звуков чихания маленького сына и все Остальное действительно было незачем Славно скатался, но рад, что вернулся и обратно еще долго не захочется В скафандре тесно Он сильно ограничивает возможности перемещения Приходит с годами в негодность Доставляет массу хлопот Совершенно неясно, что они все так рыдали над твоим скафандром и целовали в шлем Как будто он когда-то действительно что-то определял в том, кем ты являешься или чего пришел По нему ничего не понятно Кроме, может быть, твоей причастности к какому-нибудь тамошнему клану И, может быть, рода деятельности Воин там, земледелец, философ Тело это просто упаковка из-под тебя Так ли важно стекло, картон или пластик Можно ли по нику и внешнему виду какого-нибудь андеда в Варкрафте Догадаться, что из себя представляет полноватая домохозяйка из Брюсселя Которая рубится за него Да черт с два Мы нет, не увидимся Не потому, что не хотим или не сможем А потому же, почему мы не купили себе грузовик киндер-сюрпризов, когда выросли Хотя в детстве себе клятвенно обещали Это глупо, это не нужно больше Другой уровень восприятия, сознания, понимания целесообразности Прошлого не будет больше и будущего не будет Они устареют, выйдут из обращения, как ветхие купюры, на которые давно ничего не купишь Потому что измерений станет больше, и оптика понадобится другая И весь аппарат восприятия человека покажется старыми жигулями по сравнению с суперсовременным аэробусом И все вот эти твои любови и смерти, разлуки и прощания Стихи и фильмы, обиды и измены Это все будет большой железной коробкой из-под печенья, в которой лежит стопка вкладышей из жевательной резинки лавиз Которой ты в детстве собирал с таким фанатическим упорством Так страшно рыдал, когда какой-нибудь рвался или выкрадывался подлым ребенком маминых друзей И ты после смерти не испытаешь ничего по отношению к этому, кроме умиления и печали Знать бы тебе тогда какие-то мелочи, все Не было бы ни единого повода так переживать Там все будет едино и не будет никакой разницы, кто мама, кто я, кто мертвый котик Кто однокурсница, разбившаяся на машине 8 лет назад Личности не будет и личной памяти не станет, ее совсем не будет жаль Все повторяется, все похоже, нет ничего такого же сверхуникального в твоем опыте За что можно было бы так трястись? Все любили и все страдали, все хоронили, все корчились от отчаяния Просто тебе повезло иногда, ты мог передать это так, что другие себя узнавали Ты крошечная, прозрачная, стрекозий крылышко, обрезок божьего ногтя Пылинка в луче, волосок поверх кадра Таких тебя триллионы, и все это Бог, поэтому мы не увидимся Мы как бы это, срастемся Мы станем большим поездом света Который соберет всех и поедет на сумасшедшей скорости Прокладывая себе путь сквозь тьму и отчаяния Почему ты бываешь так упоительно счастлив, когда кругом друзья, и музыка, и все рядом, и такие красивые, и все смеются Почему это будто кто-то вас в этот момент фотографирует, снимает кадр совершенно отдельное течение жизни Восхитительный, пиковый, вне временной Вот такое примерно чувство, только ты не можешь сказать, кто ты точно на этой фотографии Это не очень важно на самом деле Просто кто-то из них, кто-то из нас Кто-то Спасибо Мне нравится, с какой простотой и благосклонностью Александр принимает цветы Вообще надо учиться у него этому Если вам что-то приносит, значит, ну, надо прощать миру, то с какой горячности он считает тебя потрясающим Да, у меня, кстати, еще будет обязательно страничка позора для каждого из людей, которые находятся со мной на сцене Вот этот человек, например, в Париже получил, как это называется, степень профессионального композитора То есть теперь уже и в Париже знают Про это мне вспоминается только один, к сожалению, Эдик-анекдот Ой, а что это на вас надето? Одесский Что это на вас надето? Это костюм Что где взяли? В Париже Что далеко от Одессы? 10 тысяч километров Такая глушь и неплохо шью Ну что, мы проверим, мне кажется, действие закона о мать Давно пора Это свежий текст, он не читался нигде никогда И я не уверена, что я потяну, что мне по деньгам будет его когда-нибудь еще прочитать Но не прочитать я его не могу Саша Гаврилова Край у нас широк, изобилен, бесконечно сакрален Сколько у нас древних зубодробилин, вековых душераздирален Перед путешественником где черен, где еще промышленно не освоен Целый горизонт лежит живодерен И предатель боен Всяк у нас привит, обезболен Власти абсолютно лоялен Это слышно с каждой из колоколен Изо всех шапка закидален И сладкоголосый, как Сирин И красивый, как Сталин Нами правит тот, кто всесилен и идеален От восторга мы не ругаемся больше матом Не ебемся, не курим Нас по выходным только к банкоматам Выпускают из тюрем В школе без вопросов и встречных реплик Наши детки краса от рада Собирают нам из духовных скрепок макеты ада Судя по тому, как нас вертуха и обходит хмуро И на звук подаются дрогнув Скоро снова грянет большая литература И кинематограф Ну мы скинемся, если что Ладно, ладно Давай не о смысле жизни И больше И больше вообще ни о чем Таком Лучше вот о том, как в подвальном баре С эстробоскопом под потолком Пахнет липкой самбука и табаком В пятницу народу всегда обидком И красивый, и пьяный, и немый Выбегает курить Он в ботинках, она на цепочках босиком У нее в руке босоножка Со сломанным каблуком Он хохочет так, что едва не давится к деку И черт с ним с мироустройством Все это бессилие и гнилье Расскажи мне о том, как красивые немы Приезжают на юг, снимают себе жилье Как старухи передают ему Миски с фруктами для нее И какое Таксисты бессовестное жилье И как тетка снимает у них во дворе С веревки свое негнущееся белье Деревянное от крахмала Как немного им нужно Счастье мое Как мало Расскажи мне о том, как Постигший важный одинок Как у загорелых ухмылки белые, как чеснок И как первая сигарета сбивает с ног, если ее выкурить натощак Говори со мной о простых вещах Как пропитывают влюбленных густым мерцающим веществом И как старики хотят продышать себе пятачок в одиночестве Как в заиндевевшем стекле автобуса Протереть его рукавом Говоря о мертвом, как о живом Как красивые немы в первый раз целуют друг друга в мочке Несмелые робки Как они подпевают радио, стоя в пробке Как несут хоронить кота в обувной коробке Как холодную куклу в тряпке Как на юге у них звонит, а они не снимают трубки Чтобы не говорить тяжело дыша Мама, все в порядке Как они называют будущих сыновей всякими идиотскими бедами Слишком чудесные и простые Чтобы оказаться нами Расскажи мне о том, как она забирается прямо в туфлях К нему в кровати читает Терезу Батисту Уставшую воевать и закатывает глаза, чтобы не зареветь И как люди любят себя по-всякому убивать Чтобы не мертветь Расскажи мне о том, как он носит очки без диоптрии, чтобы оказаться старше Чтобы нравиться билетерше, вахтерше, папиной секретарше Но когда садится обедать с друзьями и передается сплетням Он снимает их, становяясь почти семнадцатилетним Расскажи мне о том, как летние фейерверки над морем вспыхивают, потрескивают Почему та одна фотография, где вы вместе, всегда не резкая? Как одна эсэмэс делается эпиграфом долгих лет унижения Как от злости челюсти стискиваются так, словно те алмазы в мелкую пыль дробившими Почему мы всегда чудовищно переигрываем, когда нужно казаться всем остальным счастливыми К разлюбившим? Почему у тех, кто указывает нам место, пальцы вечно в слюне и ссали? Почему с нами говорят на любые темы, кроме самых насущных тем? Почему никакая боль все равно не оправдывается тем, как мы точно о ней когда-нибудь написали? Расскажи мне, как те, кому нечего сообщить, любят вечеринки, где много прессы Все те актрисы, митрессы, празднуя ему дотряс Жаловаться на стресс, решать вопросы Наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются в человеческую труху Расскажи мне, как на духу, почему к красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса Почему мы куски бессонного злого мяса? Или лучше о тех, у мыс вон они сидят У самого моря в обнимку, ладони у них в песке И они решают, кому эти руки мыть и спускаться вниз Спросить ножек у рыбаков, чтобы порезать дыню и ананас Даже пахнут они гвоздикой леонез Совершенно не нами, значительно лучше нас Смерть автора Джек-сказочник намного пережил свою семью И завещал, что нажил своим врачам, друзьям и персонажам Коту, разбойнику и старой ведьме Джилл В 5.30 к весьме кот скребется в дверь Трясется, будто приведен под дулом Прислали атлас, звезд, я вас найдумал, он умер Джилл, тот, кто меня придумал Я не знаю, как мне жить теперь Разбойник ходит в 8.45, снимает кобуру, садится в угол Прислали холст, сангину, тушь и уголь пил сутки Сроду не был так напуган и совершенно разучился спать Старуха Джилл заваривает чай Старинный чайник в розах, нос надколот Он сочнил меня, когда был молод Мстил стервей тещи Думаешь, легко вот? Тебя лет в сорок, вот и получай Невроз, развод и лучший друг нарколог Когда в больнице там был жуткий холод Он мертв, то есть прощен Хороший повод и нам оставить всякую печаль Старухи Джилл достались в лавари, чтобы влезть наверх И снять с буфета плошку с неплач травой И всыпать ровно ложку в густой зеленый суп Тарелок три Втекает бирюзовый свет зари Джек был эксцентры В мутное окошко суп острый Еще холодно немножко Но в целом славно Что ни говори Друзья, мы медленно двигаясь с севера через запад Добрались наконец до юга Возможно, вы слышите это по характерному звуку прибоя Вот он Это не звук прибоя, это дождь флейта Александр играет на ней так, будто это хирургический инструмент Из-за вот это специальное выражение лица Музыкантам прибавляют балл на экзамен Тут соло Про тебя второй куплет Ей кажется, ей триста сорок лет Он написал ей пять влюбленных песен Она кивает Пряча лоб во тьму И отвечает Мысленно ему, но Более себе Труха и плесень Он зной Зорница, певчая дитя Он, кажется, ликует Обретя в ней дух викторианского романа И поцелуи из губ его текут Как масло ги Как пение Как лоскут Соленого, слоистого тумана Июль Разлегся В городе пустом Котом И средоточием Истом И все бульвары Сумертками Выслал, как синим шелком Первая звезда Как будто кто-то выстрелил сюда Все обернули головы на вы Спор мягкости И точного ума Сама себе Принцесса и тюрьма Сама себе Свеча и игулки Мрамор Отвергнута Сижив Словно чуму Она не хочет Помнить, по кому Своим приказом Вечно носит Траур Она его То маясь То грубя Как будто Укрывает от себя От сил, что По ночам Проводит обыск Ни слова Кроме вежливого льда Но он при шутке Ловит иногда Ее улыбки Драгоценный Проблеск Ее в метро Случайно Углядев Сговорчивых И дерзких Сдержних дев Он избегает Пламенем Капризным Пронизанный Нутро Ему Скормив Он чувствует Какой-то Старый Миг Он как-то Знает Для чего Он призван Так циферблат Раскручивают Вспять Дай бог Дай бог Ему Досочинять Ей песни Эти Чтоб Кипело Все Там От нежности Прямой Когда Домой Она придет И скажет Милый Мой И станет Плакать Будто В семисотом Как открывается вдруг Горная гряда Разгадка Скважина Все доводы Поправ Ты возник И оказался Больше Правды Необходимой Словно Было Всегда Ты область Где кончаются Слова Ты где-то Твоя Что в потьмах Навстречу Вышла Клеенка Салки Давленая Вишня Щекотка Манка Мятая Трава Стоишь Беспорен Заспанный Влюбленный Смотришь Так Что радостно И страшно Как жить Под взглядом Где такая Яшва Крапива Малахит Кукушкин Лел Я не умею Этой Прямоты И точной Нежности Пугающей Узрячих И я осую Тебя в ладони Прячь их Пакеты Страхи Глупости Цветы Привет Ты пахнешь Берегом Реки Подлунным Летним В молодой Осолке Условия Экзамены И сроки Друг другу Ставят Только дураки А мы Четыре Жадные Руки Нашедшие Назначенные Строки Вот почему-то людям, которые поедают мороженое и там лежат, завидуешь так, мы с вами Летние любовники, как их снимал бы Лайн или Винтер Ботом Брови, пух над губой, ямку между ключей заливает потом Жареный воздух, пляшущий над капотом старого кадиллака, которому много вытерпеть довелось Она движется медленно, чуть касаясь губами его лица, самой кромки густых волос После полуденной, сытой зной, раскаленный хром, отдаленный ребячий гоготь Тротуары, влажные от плавленого гудрона и палых ягод Кошки щурят глаза, ищут тень, где они прилягут Завтра у нее самолет, и они расстаются на год Видит Бог, они просто делают все, что могут Тише, дедка, то у нас копы найдут, или миссис Салливан, что похлеще Море спит, но у пирсов склипывает и плещет Младшие братья спят, и у них ресницы во сне трепещут Ты ведь будешь скучать по мне, дедка, когда упакуешь вещи Когда будешь глядеть из иллюминатора, там, в ночи Замолчи, замолчи, пожалуйста, замолчи Субтитры создавал DimaTorzok Песни острова Макнуду Океан говорит, у меня в подчинении ночь вся, я тут верховный член Ты быстрее искорки, менее древоточься, не знаешь принципов и причин Сделай милость, сядь и засредоточься, то и вовсе не различи Сам себе властитель, проектировщик, военный лекарь, городовой Ни один рисунок, орнамент, рощерк, не повторяя случайный свой Кто не знает меры и тот, кто ропщик, в меня ложится вниз головой Ну а ты со сложной своей начинкой, гордыней, бариной, связующего звена Будешь только белой моей песчинкой, поменьше рисового зерна Чтобы я шелестел по краю и был с горчинкой, и вода была ослепительно зелена И когда наступает, чувствуешь некое облегчение Я все предвидел, теперь не надо ей объяснить Истина открывается как разрыв, как кровотечение И не скрыть, не вытерпеть, не унять Смоглый юноша по утрам расправляет простыни Оставляет нам фруктов, что накормили бы гарнизон Где вы были в последние дни земли? Мы жили на острове, брали красные арабские мальборы И глядели на горизонт Об исчерпанной милости Ману узнает потому, как вдруг пропадает крепость питья и курева И вокруг резко падает сопротивление ветра И лучший друг избегает глядеть в глаза И растет испуг от того, что все сходит с рук В первый день Ману празднует безнаказанность Пьет до полного забытья Пристает к полицейским с вопросом Что это за статья? В третьем Ману не признают ни начальники, ни семья На шестой ему нет жития Ну я понял, я утратил доверие Мне теперь его возвращать Где-то я сложал, ты рассверепел И ну меня укращать Ну прекрасно, я тебя слушаю Что мне нужно пообещать? Да я просто устал прощать Ману едет на север Чеканит нет уж Выходит ночью на дикий пляж Все вокруг лишь грубая фальшь И ретушь, картон и пластик Плохой муляж Мир под ним разлезается словно ветошь Шуршит и сыплется, как гуашь Нет, легко ты меня не сдашь Да, я говорил, что когда б не твоя пристрастность И твой нажим Я бы стал всесилен на нас таких миллион Я опасен, если чем одержим И дотла ненавижу Если я уязвлен Но я не заслужил, чтобы ты молчал со мной Как с чужим Городил вокруг чертов Съемочный павильон Не такое уж я гнилье Где ты, Ману? А где все демоны, что орут в тебе в разнобой? Сколько нужно драться Чтобы увидеть, что ты дерешься с самим собой Поезжай домой И иди по прямой до страха И через него насквозь И тогда ты узнаешь, как что-то тебе далось Столько силы, Ману, и вся на то, чтобы только не выглядеть слабаком Только не довериться никому и не позаботиться ни о ком Полежи покоренный Без оружия в ладони берега Голышом И признайся с ужасом Как это хорошо Просто Как тебе хорошо Старенький тоже Друг другого вотчины С реками и лесами Долинами, с горьями, взлетными полосами Давай будем без туристов, а только сами Давай, будто растворили нас Погребли в биноклевой мгле Друг другого корабли Бросаться навстречу свизгом Большими псами Срастаться дверьми, широтами, адресами Тереться носами, тросами, парусами Я буду губами смугла, когда слаба тебя целовать слегка В горизонте колба между кожей волосами В какой-нибудь самый крошечный из кают Я стану день за дня наводить уют И мы будем слушать чайчик, что снуют вдоль палубы и сирен, что извод поют Чтоб ветер трепал нам челки и флаги рвал Ты будешь вести, а я отнимать штурвал А на берегу салют, чтобы карнавал Чтоб что-то брать оптом, что-то на абордаж Чтоб нам больше двадцать ни за что не дашь А соль проедает руки до мяса аж И профилем в синь, а курсом на юг, а юг Чтоб если поодиночке, то всем каюк Чтоб двое форевый янг, расторопных юнг И каждый задир, бес, баловник, небес На шее зубец, акулий, но можно бес И каждый влюбленный, злой, молодой балбес В подзорной трубе пунктиром едва-едва Друг другого острова А бог будет старый боцман, гроза морей Дубленный, литой, в наколках из якорей Молчащий, красноречивый, как Билл Мюррей Устроенный, как герой Мы будем ему отрадой такой игрой Дельфинов или китяты где-то у кормы И кроме воды и тьмы нет другой тюрьмы И нету местоимения, кроме мы И трюмы заполнив хохотом, серебром Дождливым московским, всяким таким добром Устанем, причалим, сядем к ребру ребром И станем тянуть сентябрь, как темный ром И тихо теплеть нутром И луня ладонь ощупает нас строга Друг другого берега И вечер перчон будет, как суп харчо Таким, чтоб в ресницах колкой горячо И боцман легонько стукнет тебя в плечо До скорого, брат, попутных вернись богатым И бриз в шевелюре будет гулять и гриф И будет на завтра ждать нас далекий риф Который пропорет брюхоном Обогриф окрестную бирюзунами Как закатом Если правильно слушать То птица взлетает из правой лопатки К небу ветка трескается в руке Тележка грохочет вниз от коленок Щиколотки, беспечная вдалеке Мысль о тебе раскаленно идет через лоб И пульсирует на виске Ум проницает тело, как луч согретое молоко Удивляясь, как дайвер, что может видеть так глубоко Ощущения вплывают в свет его, поводя причудливым плавником Медленно спускается вниз, под сердце, в самый его подвал И выводит по одному на свет всех, кто мучил и предавал Маслом оборачивается пламя и шелком делается металл Вот и все Почему я училась, пробовала нити, разбирала за прядью прядь Трогала проверочные слова к состояниям и выписывала в тетрадь Изучала карту покоя, чтобы дорогу не потерять Вот и все мое путешествие Слава крепкому кораблю Птицы вдоль заката плывут, как титры и крайне закручивают петлю Мир стоит, как трехлетняя девочка в ожидании поцелуя Сплошным люблю Попробуй съесть хоть одно яблоко Без этого своего вздоха о современном обществе больном наглухо О себе, у которого все так плохо Не думая, с этого ли ракурса вы бы с ним выгоднее смотрелись Не решая, все ли тебе в нем нравится, оно прелесть Побудь с яблоком С его зернами С жемчужной мякотью Алым боком А не дискутируя с иллюзорными оппонентами о глубоком Ну, как тебе естся? Что тебе чувствуется? Как проходит минута твоей свободы? Как тебе прямое без доли искусственности высказывание природы? Здорово тут, да? Продравшись через преграды, все видишь, сколько теряешь Живя в уме лишь Да и какой тебе может даться любви и радости Когда ты и яблоко не умеешь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...